и так инга в риор принцесс андрей андрей здравствуйте много зла в людях появляется когда в них попадают плохие субстанции которые раньше были душами которые не смогли долго переродиться они пристают человеку чтобы чувствовать жизнь даже если она негативная ведь хоть какая-то почему нельзя было придумать какой-то процесс очищения для душ плохих людей например стирать накопленный опыт предыдущей жизни давать шанс как молодой душе для чего нужен такой жестокий процесс я извиняюсь если вопрос не для открытого вебинара я знаю чем вы говорите я могу ответить на этот вопрос это несложно каждый человек рождается у каждого человека есть добровольный выбор это добровольный выбор связан с тем как он будет относиться к окружающему миру то есть он будет страдать находить возможности видеть что-то пыльное в комнате инкрустированной драгоценными камнями или будет видеть все-таки драгоценности которые лежат на полке по поводу того что человеку что-то там пристает и так далее хочу вам сказать человек рожден для того чтобы жить а когда человек свою жизнь променивает на то чтобы не жить то в этот момент такие души могут попадать человека что я имею ввиду иногда так получается что человек не живет а либо мечтает либо вспоминает но жизнь для человека это же как бы элемент осознанности иногда я встречаю таких людей их очень много это люди которые нацелены на то чтобы не жить они живут тем что они могут оскорблять искать подвох кого-то критиковать вспоминать мечтать но точно не живут на ведь жизнь она едима единомоментно то есть очень важно для человека единомоментное ощущение то есть они ощущают пищу и и не чувствуют там близкие с ними живут они не ощущают этих близких а вот когда появляется воспоминание того что было к ним как бы доходит как заторможенная реакция таким образом чувства человека сознание душа они не проживают той жизнью которая дана человеку богом и в этот момент появляется пустота эту пустоту и занимают вот такие существа именно поэтому мой совет такой человеку человеку необходимо жить настоящим моментом человеку нет как это происходит когда человек говорит допустим если мы читаем успенского ли гурджиева там это уже сказано все четвертом пути успенского ну и в общем-то во многих публикация гурджиева там было сказано о том что для человека очень важно находиться в настоящем моменте этого времени очень важно не предаваться воспоминаниям очень важно не залетать в прошлое или не мечтать о будущем даже не переживать о нем и там говорится о том что это очень важно научиться ценить свою жизнь и жить в ней и обычно когда мы только начинаем этот путь мы думаем что мы должны ощущать как-то особенно эту жизнь я сразу вам хочу сказать что нет мы не можем ее никак ощущать потому что она у нас есть доказательства у меня есть рука и не ощущаю но стоит мне только удалить мою руку я ее начинаю ощущать когда у нас появляется воспоминания это не что иное как наше сочувствие того что мы в тот момент когда это с нами было не ощущали радости от этого именно поэтому не стоит пропускать то есть стоит себя подготавливать и делать это плавно к тому чтобы тот момент когда будет радостное событие от смаковать его по полной программе ощутить его на полную катушку по поводу осознанности я хочу вам сказать что очень важно перед осознанностью или перед тем как мы начнем осознанно что-то делать научиться либо страдать либо радоваться от этой осознанности потому что осознанность которую мы пропускаем как бы не ощущаем и не оцениваем дальнейшем становится для нас пустой знаете иногда так бывает у людей там человека мотивирует его задачи то есть человек говорит вот у меня появится там 100 миллионов долларов ну такое нет наверно никто не мечтает ну наверное у меня там появится своя собственная квартира я буду очень счастливым человеком и вот она появилась и человек не счастлив почему потому что это воспринимается как должное после этого он это отпускает и в этой квартире живет и в общем-то стремление к этому было даже интереснее вы знаете потому что любой путь все равно лучше чем финишная черта и наша жизнь она связана наверное с тем что мы вот бежим как будто старт это наше рождение и потом финишная черта и обычно любой финиш нашей любой задачи он нами воспринимается немножко как разочарование потому что мы всегда хотим немного большего всегда хотим немного быть совершения всегда хотим быть еще кем-то и вот я бы сегодняшнем разговоре хотел бы вас переориентировать я хочу вам сказать плохо всегда быть не может это раз второе как бы мы не жили нам все равно придется прожить это 2 и 3 переориентируйтесь на то что жизнь и есть радость вот то где мы сейчас находимся это и есть радость почему потому что хуже может быть и лучше может быть но это потом и если мы не можем никак это изменить в том что мы живем то у нас есть две возможности первая возможность это изменить свою жизнь в будущем так чтобы получать от нее удовольствие либо изменить свою жизнь так чтобы получать от нее удовольствие или иначе она нас сломает и мы в дальнейшем начнем все хуже и хуже себя чувствовать все ниже и ниже падать и и так далее